Я тебе могу сказать, что для меня одной загадкой стало меньше, потому что ты помнишь скульптуру Родины Матери на Мамаевом Курдане? Там такая очень дородная женщина с холодным оружием кого-то куда-то зовет. И для меня всегда было непонятно, кого и куда она зовет, но сейчас появилась ясность, она зовет ОМОН и оперов на обыск в 6 утра к строптивой журналистке. Теперь еще в пропаганде всенародного счастья прожгла своей самокремацией главред Нижегородского издания, по-моему, Коза Пресс, очаровательная Ира Славина, которую все, в общем, знали. Я об Ире говорил очень много в последней программе «Наповал» у меня на YouTube-канале. И там это все подробно, и там это все еще очень по горячим следам. И даже, надо сказать, меня это прошибло и достало. Там это видно, к сожалению. Я не люблю демонстрировать чувства и считаю, что это крайне дурной тон. Но вот судя по тому, какие атомные полки троллей кинулись марать Яруславину, эта дыра их, в общем, обеспокоила не меньше, чем потрава Навального. И сейчас началась посмертная психиатрическая экспертиза Ирины, журналистки, которая перед самосожжением оставила записку «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». И выводы этой экспертизы абсолютно предсказуемы. Понятно, что объявят ее суицидницей, психопаткой, сумасшедшей, которая только и ждала повод, чтобы воспламениться. Я думаю, вот на мой взгляд, там нет психиатрии. Там есть то, что называется синдром. Но это не психиатрический синдром, хотя его описывал и Канабих, и профессор Корсаков, и вообще вот столпы психиатрии это описывали. Но не как психиатрия, а как поведенческий момент. Этот синдромчик есть. Он не входит, подчеркиваю, в число клинических синдромов. Это синдром прозрения, так называемый. Синдром прозрения заключается в том, что когда одно какое-то знаковое, яркое, резкое, страшное событие вдруг убеждает человека в том, в чем он не хотел убеждаться, или убеждение, которое он откладывал на потом, оттягивал, скрывал от себя. И вот мне интересно, а почему все, собственно говоря, остальные еще в России, откуда взялись живые, почему все остальные не сожглись? Исключительно по той причине, что вот эта сегодняшняя реальность, она же приходила на цыпочках. Она приходила малыми дозами, она ждала, пока привыкнут к малой дозе, и тогда она удваивалась. Когда привыкали к удвоенной дозе, она утраивалась и дожидалась, чтобы снова все привыкли, и тогда можно было уже скверну, маразм, беспредел, мраковесие превратить в абсолютную норму. Чтобы идиоты разбухли бы от мандатов в банкнот, чтобы наглели попы, чтобы вся конструкция страны пронизывалась бы стальными когтями чека. Вот если бы это все произошло одномоментно, вот тут не выдержал бы никто. И понятно, что даже покорные русские, вероятно, если бы это одномоментно обнажилось, они бы разнесли, конечно, это все. Ну, вообще, поскольку теперь Россию явно уже никогда больше не починить, за всем этим можно наблюдать с исключительным хладнокровием. А пока Россия, Оленька, пеплом журналистским перерастать будет, явно совершенно, потому что не первый и не последний прецедент. Кстати, вот у нас есть, по-моему, Киселев, любитель пепла, да? Угу. Да. И я думаю, что, надеюсь, по крайней мере, что инцидент со Славиной на какое-то время потребность Киселева в пепле удовлетворит. Правда, пепел не радиоактивный, но все еще впереди. Кстати, за Киселевым должок, потому что вот после посещения номера Навального в Омске и героического сидения на унитазе Навального, он должен что сделать? Он должен смотаться на Камчатку, полежать среди дохлых осьминогов, а после этого вскочить и хихикнуть. И телезритель сделает выводы, что осьминоги-то тоже прикидываются. Потом он должен поехать в Нижний Новгород, посидеть на лавочке возле МВД и не загореться.